Такое масленица, с чем в России едят блины и, конечно, зачем сжигать соломенное чучело. О русских народных традициях ребятам из немецкой делегации рассказали в школе номер 39. Для учащихся гимназии имени Лихтвера из города Авурцен, ивановские школьники подготовили развлекательную программу в национальном стиле. Мы уже продолжаем наш школьный обмен в 17-й раз. Конечно, я очень рада, что нам удалось, что наши ребята, 14 учеников из 9-го до 12-го класса, получили возможность приехать сюда, в Россию, и сами могли увидеть, какие традиции здесь, в России. Популярная русская забава, бой подушками на бревне, гостям из Германии пришлось и по вкусу. Удержать равновесие и при этом атаковать противника оказалось не так просто. Очень веселая, как видите, много красок, потом все очень довольные, все блины едят, много еды, конечно. Мы даже вот едим их и сколько много, очень нравится нам это все. И мы, конечно, когда сюда приехали, мы эту масленицу сначала не знали. Нас познакомили, мы такие, ого, классная, скажем, традиция у вас русских, да. И, конечно, мы рады, что мы сейчас попали на эту масленицу и с вами празднуем. Главное правило масленицы – не сидеть на месте, веселиться и, конечно, есть блины. Примечательно, что в Германии с этим блюдом тоже хорошо знакомы. Правда, в качестве начинки немцы предпочитают сахар или яблочный мусс. Ну, вообще-то понравилось, потому что у нас такого нету. Это новое, можно что-то изучить, как она это, новую традицию, с новой традицией познакомиться. Интересно. После долгих развлечений по традиции полагается подкрепиться. В школьной столовой ребят почивали блинами с вареньем, сгущенным молоком и сметаной. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.